Боевая готовность, небывал автопробег и время добрых дел. Акция «Наши дети» активно шагает по стране, кто стал чуточку счастливее. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Тарифы на электротопливо, анонс Минфина и Вифлеемский огонь. В Беларусь прибыл символ Рождества, куда лампаду доставили первой. Приказ выполнен. Бобруйский батальон территориальных войск показал отличный результат. Проведено слаживание штабов районов, боевое слаживание подразделений территориальных войск. Какие стояли задачи? Время чудес. Акция «Наши дети» заглянула в гости к воспитанникам Каменской вспомогательной школы. Это очень важно, в первую очередь для взрослых, для нас. Как прошла встреча друзей? Дед Мороз уже не тот. Здравствуйте, детишки! Платьяки и штанишки. Новый год к нам пришел и подарки я принес. В Бобруйске прошел костюмированный автопробег. Я проехал по всему городу Бобруйску и посмотрел. Город прекрасен. Куда дели сани, причем здесь троллейбус. Ёлки-палки, Новый год. Всего в Бобруйске работает 8 базаров, где купить символ зимнего праздника. Огни большого города Бобруйск засиял новыми красками. Душа радуется, все блестит, все красиво. Какие излюбленные места для прогулок у маленьких ценителей красоты. Тут мне больше всего нравится. Тут самая красивая елка в городе. Прямая линия, интрига года и потеря таланта. Из жизни ушел советский и российский актер театра и кино. По каким лентам запомнился Валентин Габ? Цвета хаки в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год. Основными задачами для армии станут поддержание боевой и мобилизационной готовности, дальнейшее совершенствование уровня подготовки органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций к выполнению задач по предназначению. Он будет насыщенным по количеству и масштабу спланированных мероприятий. Одним из первых стала команда штабное учение войск территориальной обороны. Сейчас завершился первый этап. День Д. Вот и в Бобруйске был создан стрекловый батальон. Венцом боевой тренировки для военнообязанных стала трехдневная активная фаза. Прямо сейчас о перестрелке и не только. Товарищ председатель Могилевского областного исполнительного комитета, указанная категория должностных лиц в количестве 23 человек для проведения сборов по вопросам территориальной обороны собрана. Военный комиссар Могилевской области, полковник Горошенко. Ваши офицеры. В зале Дворца искусств руководящие лица городских и районных исполнительных комитетов. Дресс-код, одежда в стиле милитари. 17 декабря. День Д. В 10 утра начинается завершающая фаза первого этапа командно-штабных учений белорусской армии. В центре внимания территориальные войска. Этапу командно-штабного учения, который завершается сегодня, предшествовал довольно-таки длительный подготовительный период. Начался он с призыва военнообязанных, постановки их встроя, приведения к присяге лиц, не принимавших ее. Районами территориальной обороны были получены все необходимые материальные средства, вооружения, боеприпасы. Проведено слаживание штабов районов, боевое слаживание подразделений территориальных войск. После обсуждения плана действий руководящая группа направляется в пункт управления. Без сопровождения видеокамер. Военная тайна. Товарищ председатель областного исполнительного комитета, товарищ генерал, Управление внутренних дел организовано в рамках учений территориальной обороны работа контрольно-пропускного пункта. Докладываю в полконе полков. Товарищ генерал. По замыслу учений на территории Бобруйского района оборудован КПП. Состоит он из инженерно-технических сооружений. Главная задача – контроль за передвижением транспортных средств в район территориальной обороны. Прибывает первая машина. С помощью спецсредств проверяется автомобиль. Все чисто, может проезжать. Второе авто. Ситуация противоположная. Противник пытается проникнуть на объект. Начинается задержание. Поехали! Завязывается перестрелка. Территориальные войска – это симбиоз правоохранительных и военных органов, плюс министерство по чрезвычайным ситуациям и медицинские службы. Без раненых на войне не обходится, без пожаров и поджогов тоже. Все чисто, что уже отражение существует. Но и это еще не конец. Диверсионно-разведывательная группа выходит из лесополосы на открытую местность. На пути у них засада стрелковый батальон территориальных войск. Задача одна – уничтожить противника. Задача выполнена. Далее работает Следственный комитет. Они уже и находят ответы на все вопросы. Данное учение показало способность сил территориальной обороны выполнять поставленные задачи. Считаю, что цели учения достигнуты. Мы и, прежде всего, руководители местных исполнительных органов получили достаточную практику. Для выполнения задач территориальной обороны в любых условиях обстановки. Хотелось бы, что мы фактически это никогда не применяли в нашей поколевшей жизни. Суть проверки – оценить, насколько на местах готовы выполнять учебно-боевые задачи. Личный состав отработал охрану важных объектов, борьбу с незаконными вооруженными формированиями и обеспечении режима военного положения. Максим Кемель, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Дорожный сбор, мониторинг цен и социальная сфера в Беларуси поднимут размер пособий на детей. Когда? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Рост расходов на социальную сферу в следующем году составит более 3 миллиардов рублей. Таковы данные Минфина. Прибавку к зарплате получат абсолютно все работники бюджетных организаций. Предусмотрены надбавки врачам, которые работают в условиях пандемии. 2021-й пополнится новыми мерами поддержки. Одна из них – бесплатная попытка ЭКО. Такую помощь получат 2000 пар. На это выделят 12 миллионов рублей. Востребованным остается и семейный капитал. Кроме того, размер пособий на ребенка планируется поднять более чем на 8%. Министерство антимонопольного регулирования и торговли усиливает мониторинг цен на новогодние продукты. В список для предпраздничной проверки попадает около 30 позиций. Традиционно это консервированный горошек, мандарины, определенные виды конфет, шоколад и шампанское. Если обнаружат необоснованный рост цен, применят меры административного взыскания, вплоть до закрытия магазинов. Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января. Предполагается, что с начала нового года госпошлина будет отменена, что позволит решить проблему увязки ее уплаты с прохождением технического осмотра. Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога в отношении организаций и физлиц. В будущем годовая сумма сбора по так называемым народным автомобилям, масса которых тонна полторы, в среднем составит 60-80 рублей в год. За подзарядку электромобилей на всех ЭЗС «Маланка» с 2021 придется платить. Но даже с вводом тарифа цена будет самой низкой в Европе, отметили в «Беларуснефти». С 1 января 1 киловатт на быстрых ЭЗС будет стоить 39 копеек, на медленных – 29. Оплату можно произвести при помощи мобильного приложения. Таким образом, зарядить электромобиль на 100 километров обойдется в сумму около 6 рублей. Такой низкой цена на электричество останется благодаря вводу в работу «БелАЭС». В Беларусь прибыл символ Рождества – вифлеемский огонь. Лампаду, зажженную у гроба Господня, первой доставили в кафедральный костел Гродно. В этом году маршрут по стране расширили. До католического сочельника скауты преодолеют более 6 тысяч километров. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в Вифлееме, а потом передается в различные страны Европы и Америки. Есть традиция такая – дарить детям счастье. Добрым волшебником в канун новогодних праздников может стать любой желающий. Акция «Наши дети» колесит по городам и весям страны. С каждым днем набирает небывалые обороты. На неделе благотворители заехали в гости к воспитанникам Каменской вспомогательной школы-интерната. Что такое Новый год? Это праздник приход, это смех друзей веселых. Это пляски возле елок – вот что значит Новый год. Только самые близкие друзья сегодня в Каменской вспомогательной школе. Для ребят и взрослых это уже хорошая традиция. В канун главных праздников друг другу дарить подарки. А право хозяев первыми удивляют дети. Сказка начинается. Мотив до боли знакомый. Снежная королева решила, что без Нового года всем будет лучше. Что говорить? Холодная женщина. По закону жанра детям вновь предстоит спасти всех и вернуть людям праздник. В бой идет все. Песни, танцы, стихи. Всего и не перечислишь. А на помощь детям пришла, даже не пытайтесь, не угадайте. Баба-яга. Неожиданный поворот событий. Вот она и расставила все по местам в сказочном мире. Дело осталось за малым – зажечь елочные огни. Дело вступают Дед Мороз и Снегурочка. Новый год спасен. Теперь эстафета поздравлений перешла к взрослым. От Бобруська, Грамаша – сладкие подарки. Без конфеты и мандарин у праздника не тот вкус. Плюс финансовая помощь. Нельзя не отметить, а Грамашевцы – воспитанники и родные люди. Уже много лет для предприятия школа подшефная. Я всегда говорю, что любовь спасет мир. Конечно же, когда ты частичку себя, частичку любви своей отдаешь деткам, которые обделены не только родительским вниманием, но немножечко еще и здоровьем, это очень важно, в первую очередь для взрослых, для нас. Мы получаем дополнительную эмоцию, мы получаем возможность сделать добрее, нужнее для деток. Ну а детям, конечно, Новый год. Они ожидают какого-то чуда. Нашлось место под елкой и корзине добра от красного пищевика. Внутри ее лакомство от фабрики, наполняют в которой простые в обручании. В свою очередь, гости тоже не уши с пустыми руками. Сувениры – хорошее настроение от ребят. Огромное спасибо участникам в данной акции, потому что, как говорится, доброе сердце участников дает возможность обновить как учебно-материальную базу, так и создать современные условия для детей. Это и кабинеты, это и игрушки, это и книжки, но при этом это, конечно, и сладости. Подарки, конфеты, денежные сертификаты – все здорово, но детям для счастья так мало надо. Внимание взрослых и вера в то, что жизнь полна чудес. Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Парад Дедов Морозов изменил свой формат. В 2020-м место шествия – автопробег. Сортывало костюмированное представление на конечной первого троллейбуса остановки Еловики. Колонна двинулась по Минску и доставила сказочных персонажей главной новогодней елки. Ее на площади Ленина вместе с главным Дедом Морозом зажег мэр города Александр Студнев. Здесь же прошел праздничный флешмоб «Новогодняя феерия». Давайте посмотрим, как это было. Здравствуйте, детишки! Платьяки и штанишки! Новый год к нам пришел, и подарки я принес. Сейчас. Ребята, так классно! Вы что? Посмотрите, даже снежок уже сыпет. Все подборозит. Настроение отличное. Хорошее, праздничное. Ведь впереди наступающий Новый год. Чего пожелаем нашим горожанам? Нашим горожанам пожелаем единственного – благополучия, счастья, радости. Ну и, конечно, как всегда Дед Мороз приносит подарки, то в этом случае прибыльный, чтобы год был. Я имею в виду денежный. Снегурочка, что пожелаете? Самое главное – здоровья, благополучия, хорошего настроения. А какие сегодня подарки горожанам подготовили? Есть что-то интересненькое? Ну, все полностью после торжественной церемонии будет большой праздничный концерт. Александр Викторович, я проехал по всему городу. Бобруйску и посмотрел. Город прекрасен, очень красив, красивые лауночки, елочки. И все бобруйчане готовятся к встрече Нового года. Я прошу вас дать разрешение зажечь нашу главную елку города. Здравствуй, Дедушка Мороз, дорогая Снегурочка. Здравствуйте, дорогие друзья. Целый год мы вас ждали. И вы у нас здесь. Конечно, город готов к встрече Нового года. И, уважаемый Дедушка Мороз, зажги нашу красивую елочку. Очень хорошо. Так и сделаем. Давайте сразу крикнем. Дедушка Мороз, зажигай елочку. Дедушка Мороз, зажигай елочку. Хорошо, все сделаем. А ну-ка, все вместе! Елка, елочка, проснись! Ну-ка, елка, крепнись! Елка, всем нам улыбнись! И огнями загорись! От зари и до зари Новогодний свет горит! Мы очень рады! Праздник самый лучший в 2020 году! А что больше всего понравилось? Как мы танцевали! Это было вообще классно! Хоровод мы водили! Мы в Востюме! Да! От зари лучшая! От зари! От зари! Как вам праздник? Рассказывайте! Очень хороший, интересный. А что понравилось? Все! Все, просто красиво! Особенно, когда Дедушки Мороза шли. Снегурочку видели? Да! Красивая, да! Да, очень! Чарующие огни по всей стране зажигаются новогодние иллюминации. Именно она создатель праздничного настроения. На неделе засияла и столица Синекой. Главная елка красуется на Октябрьской площади. На ней световая гирлянда и пиксельная сетка, благодаря которой жители любуются красивыми эффектами. В программе их заложено 80, поэтому хвойная красавица постоянно преображается. Цветовые элементы дополнили и игрушки. А как преобразился Бобруйск? Предновогодний марафон света захлестнул Бобруйск еще в начале декабря. Праздничная иллюминация засверкала буквально в каждом уголке города. Традиционно тысячи огней привлекают внимание как детей, так и взрослых. А сами сияющие композиции становятся местом для прогулки целых семей. Везде фонарики, так ярко, все красиво. Чувствуется, что уже через две недели Новый год? Ну, еще пока нет. Дверится, да? Да. А чего ожидаете от Нового года? Ой, чего-нибудь очень хорошего, чтобы не так, как в этом году, чтобы ушла вся эта коронавирусная инфекция. Это все, чтобы было очень хорошо у всех. Гирлянды, световые конструкции и объемные фигуры. Чарующие огни будто с каждым днем напоминают. 2021-й не за горами. В сквере Свято-Никольского храма и вовсе засияло звездное небо. Дополнили праздничную картину и танцующие силуэты. Душа радуется, все блестит, все красиво. Кроме нарядных лесных красавиц в Бавруйске появились достопримечательности городов мира. Снеговики, пряничные домики, олени, новогодние игрушки и подарки, обернутые в светодиоды. Очень мне понравилась саня с оленями и елку. Красивая, да? Да. А где ты еще что-то красивое видела? Расскажи мне. Ну, пока что нигде, но тут мне больше всего нравится. Тут самая красивая елка в городе. А за что ты любишь Новый год? Ты вообще его любишь? Да, я его люблю за то, что праздничные ощущения там. Ну, все такое. Есть какое-то такое желание, которое ты, может, у Деда Мороза попросишь или у папы с мамой? Ну, да, есть. Какое? Скажешь? Ну, килограмм конфет, которых я люблю. Какие-то конфеты любишь? Ириски. Какая ты скромная девочка. А какой-то подарок, может быть, ты хотела бы? Ну, я пока еще не подумала. Ну, галлонку вообще маленькую. По-новому заиграли деревья и кусты. Локация водоканала каждую зиму получает всенародное признание. Здесь всегда многолюдно. Без фото на память никуда. Привела внучку посмотреть вот новогоднее украшение нашего города. Как вам вообще, на ваш взгляд, украшен город? Ну, я считаю, неплохо. Каждый год все-таки старается наше руководство все-таки украшаться лучше и лучше. Радости во всех на лицах. Счастья, радости, здоровья. Ну, и, конечно, позитива побольше. Скажите, каким для вас был 2020 год? Счастливым, потому что у меня дети. Так, конечно, переживания были. Год тяжелый. Болезни, ситуация. Но так все хорошо. А чего ждете от нового года? Добра, спокойствия, стабильности. Чего-то хорошего хочется. Мы устали за 2020. Хочется, чтобы 2021 был какой-то новый. Чтобы что-то произошло, что изменило жизнь нашу лучшую. Вот это хочется верить, действительно. Скажите, а как, на ваш взгляд, вообще украшен город? Чувствуется ли праздничное настроение? Да. Мне нравится очень, как украшен Бобруйск. Очень весело, очень хорошо с детками где-то погулять. Потому что все красочно, все ярко, действительно. С ощущения праздника уже давно, потому что город украшен. Прилегающие территории машиностроительных предприятий украшает сельхоз, техника. Вот и на Таиме прямо возле проходной припарковался грузовик с подарками. Каждая организация приложила максимум усилий. Кто-то сделал акцент на всеми узнаваемых героях, а кто-то засиял новыми мотивами. Создавать новогоднее настроение жителям и гостям с помощью иллюминации будут вплоть до 14 января. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Елочные базары в Бобруйске уже ожидают своих посетителей. Зеленая торговля развернулась накануне. Традиционно продавцы предлагают ели и сосны, деревья в катках и новогодние букеты. Что почем? Подробности далее. До нового года 11 дней. Это значит, горожане вышли на елочные сафари. Всего в Бобруйске работает 8 базаров. Цены демократичны, ассортимент большой. Здравствуйте, а почем елочки? Вот 18 рублей. А ну, каких размеров они? До метра 18 и выше. А деревья как есть, нет? Будут. Есть? Да. Понятно, что сейчас только началась торговля, а в том году охотно покупали по Бруйске елки? Да, охотно. Ну, какие самые, не знаю, размер ходовой? В прошлом году был самый 3,5 метра. Записываем точки продаж. Социалистическая входа на рынок Минская 22,54, Батова 16, Ковзана 47, Интернациональная 22, площадку молодежного парка, проспект Строителей 58. Узнать зеленый базар очень легко. Огражденная территория и, конечно, много елок. Как говорят продавцы, пока люди присматриваются. В предпраздничный период на усиленные дежурства переходит лесная охрана. На дорогах рейды проведут и инспекторы ГАИ. Жителям напоминают, даже на перевозку купленной ели или сосны должны быть документы. Как правило, это чек о поплате с указанием места покупки. В противном случае грозит штраф до 300 базовых, а это 8100 рублей. Для Физли санкций меньше, однако купленное дерево обойдется в разы дешевле. Нарушителям грозит штраф, во-первых, по статье 15.22, часть 1 и 2, в зависимости от категории лесов, где будет осуществлена данная вырубка. Кроме того, физические лица, да и юридические, в том числе индивидуальные предприниматели, которые нарушат законодательство, кроме штрафа, обязаны будут возместить и вред, причиненный окружающей среде. С них еще взыскана стоимость данных деревьев. Но в настоящее время стоимость одной ели, либо сосны, составляет одна базовая величина. Купить главный атрибут новогодних праздников жители смогут по 31 число. С 10 утра и до 7 вечера. В ассортименте как живые, так и искусственные деревья. Высота – главный критерий цены. Максим Кеммель, Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. От умного школьного звонка до робота чисто. В Бобруйске подвели итоги городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси». Свои работы продемонстрировали 9 разработчиков. Проекты представили в режиме онлайн, и ситуация сыграла свою роль. На одном победителе жюри не остановилось. Например, автоматический школьный звонок состоит из компьютера, светодиодов и экрана. Работать он может как в автономном, так и в ручном режиме. Аппарат уже внедрен в процесс. В 23-й школе сам подает звуковой сигнал. Когда мы хотели сделать устройство, мы смотрели всякие разные проекты. Они все были бесполезны. А мы хотели сделать что-нибудь полезное для нашей школы. Так зародилась идея сделать автоматический звонок. Он упростит работу нашему вахтеру. Церемония награждения прошла в 34-й школе. Никто не ушел с пустыми руками. Для победителей – статуэтки и денежные премии. Участникам – благодарности. И дело даже не в наградах. Все ребята – гордость города. Подтверждает это и пристальное внимание конкурсу со стороны местных властей. Военные расходы, антиковидная справка и новость года. У Белого дома новый хозяин. Сколько голосов у Байдена? Далее обзор громких мировых новостей. В США разрешилась интрига года. 306 голосов за Байдена, 232 за Трампа. Коллегия выборщиков зафиксировала победу Джо Байдена на президентских выборах. Теперь представитель демократической партии – новый хозяин Белого дома. Инаугурация, как сообщается, пройдет в январе. Уходящий президент, правда, не сдается. В штабе Трампа требуют альтернативного подсчета голосов. В России прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. 4,5 часа длилось общение, которое в этом году объединило два формата – прямую линию и вопросы журналистов. Были подняты самые острые темы внешней политики. Недавние события в Нагорном Карабахе – отношения России с Западом и, прежде всего, США. Почему баланс сил в мире сейчас изменился и что будет с проектом «Северный поток-2»? В НАТО утвердили бюджет на будущий год. Военные расходы увеличены на 5% в сравнении с 2020. В денежном эквиваленте это почти 2 миллиарда долларов. Средства покроют расходы штабов, командных структур блока, миссий и операций. Еще почти 260 миллионов евро в НАТО намерены потратить на свои гражданские структуры. Члены организации также планируют инвестировать в следующем году 710 миллионов евро в общую инвестиционную программу по безопасности. Россияне, которые прилетают в Беларусь, должны будут иметь антиковидную справку. Документ будут проверять при посадке в Минске. В случае необходимости выдадут лист с требованием самоизолироваться. Сейчас россиянам, прилетающим рейсами из Москвы в Минск, не нужно предоставлять документ. Но со вступлением в силу нового постановления Совмина о временном закрытии наземных границ, с 21 декабря такая справка для граждан РФ обязательно. Не стало Валентина Гафта. В возрасте 85 лет скончался советский и российский актер, театральный режиссер, поэт и писатель. Настоящая слава и всесоюзная любовь пришли к нему в середине 70-х. За свою жизнь Гафт исполнил около 200 ролей в театре и кино. Самыми знаменитыми его работами стали роли в таких лентах, как «17 мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Чародеи», «Гараж», «Старая кляча», «Сирота Казанская» и «О бедном гусаре», «Замолвите слово». Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобрусь-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова